Друзья, дорогие, я хотел бы продолжить некоторые темы, которые я говорил раньше. И знаете, я посмотрел специально день какой сегодня. Мало того, что шаббат, мы понимаем, что это день Господень, да? То есть шаббат, он остановился от всех своих дел. Не то, что остановился что-то делать, а от того, что он в тот момент делал. И он смотрел, и все было очень хорошо. И он обещал, что будет с нами. И что все будет тоже хорошо. Но как-то так получается, что мы этого не видим. Смотрим, смотрим. Знаете, как говорится, смотрел книгу и ничего не понял. Ничего не понял. Пятьсотый день войны. Эта цифра уже сама по себе ошеломляющая. Пятьсот дней. Люди живут в терроре, боли, тревоге. Нет ни одного человека, наверное, я надеюсь, чтобы здесь в начале всех событий, после февраля 24 февраля 22 года, не сказал бы, если бы мы только знали. Ну, а там кто-то может продолжить свою личную тему. Если бы мы знали. Если бы. Что бы там бы ни было. Если бы только эта фраза сама по себе, когда мы ее слышим, она часто вырывается с нашего языка, мы не задумываемся на этой теме. В этой фразе мы чувствуем горечь и сожаление. Как только мы начинаем говорить, если бы, если бы мы знали, если бы мне сказали, если бы уповедомили, если бы не заранее мы мне сообщили. И вот когда ты смотришь на этот вот позыв, ты понимаешь, что у людей история жизни очень суровая. Есть старая поговорка, если бы не знал, где упадешь, или бы знал, где упадешь, да, то бы постелил бы что-то, соломку, как будто меньше будет боли. Но в сущности, перед самой войной, я скажу историю, да, такую, перед самой войной мне пытались ремонтировать зуб, который, как вы догадались, я уже с самой фразы, перед самой войной, да, означает, что его недолечили. 500 дней спустя мне его вырвали. Другими словами, я внутри себя думал, если бы я знал, на иврите-то, имадафи, имадафи, если бы я знал, что так все будет, лечил бы, несмотря на то, что летят ракеты. Но, как всегда у нас бывает, мы думаем это потом. Вам известно это чувство? Эти переживания? Кто-то вообще говорил эти слова? Два человека, все остальные святые, я вас умоляю, научите меня. Научите меня, чтобы я мог тоже, когда так, серьезно, сфера двигаться по жизни, не задавая Богу никаких вопросов. Все остальные стесняются. Одни люди, только они свободные. Кого сын освободил, по-настоящему свободные люди. Но перед самой войной я сказал, наверное, буду лечить зубы. Пятьсот дней спустя я сходил с таким сфлюсом и думал, имадафи, если бы мы знали о последствиях того или иного выбора, той или иной ситуации, той или иной роковой встречи, или просто была встреча, если бы мы просто понимали, что мы в банке подписывали, тогда бы не было бы тех ситуаций, которые в нас назревают. И таких примеров по жизни у нас сотни, тысячи, наверное, историй, которые мы с вами переживаем, с людьми, с которыми мы общаемся, их куча. Такие ситуации мы сами на себя натягиваем. По сути, мы сами на себя натягиваем обстоятельства, ситуации, в которых после сильно расстраиваемся, что в свою очередь влияет на наше восприятие Бога, как отца. Потому что где-то внутри себя мы говорим, но если мы любим Бога и Его дети, то Он хотя бы пошептал бы нам на ушко, не надо этого делать. Но мы хотим, мы делаем решение, после чего же сами от этих решений страдаем и говорим, им Каддафи! Им! Почему? Если бы я хотя бы знал бы последствия, невольно где-то в голове у нас сразу мелькает библейские фразы. Мы же верующие люди. Бог тогда должен помочь. Бог когда-то предупреждал, говорил, и мы начинаем где-то внутри себя искать, искать эти все мысли. И вдруг, а, есть одна. Амоса, например. Третья глава, седьмой стих. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своим тайно рабам, своим пророкам. Мы говорим, о, вот, подсказал же. Но тут идет речь не только о том, что тебе подсказать, а он вообще-то сам хочет делиться с теми, кто ему не подсказывает ничего. Мы даже не делимся, как люди, своими желаниями. Ну, ладно. Некоторые из нас не делимся, что мы хотим делать. Но я не о том, что мы хотели и не хотели делать, а о том, что Бог, который нам хочет помочь, Он имеет цели. Даже при нашем выборе, который кажется нам неверным. Нам кажется Он неверным, а Бог хочет все-таки помочь. Римлянам 11 глава, 33 по 36 стих. О, бездна богатства, премудрости и видения Божия. Как непостижимы судьбы Его, неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать. Ибо все из Него, имя к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Даже при самых наших действиях, которые мы делали, где мы можем говорить, если бы я знал, Он уже усматривал некий выход из положения, потому что, о, бездна богатства. Другими словами, ты можешь увидеть то богатство, которое Бог уже приготовил, несмотря на тот поворот, в который ты неправильно пошел. Не там повернул, не там развернулся, не там перешел дорогу, где нужно. Ты тебя заблудился в трех соснах, и все равно Бог имеет для тебя нечто. И, конечно, да, это бездна богатства, им бездна премудрости, видение Божие. И да, как непостижимы судьбы Его, неследимы Его пути. Никто не может и следить, просчитать, увидеть и разуметь, Божьи пути. Вот эта глубина богатства, премудрости, видения Божия, в том, что Он совершил посреди Своего народа. Просто посмотрите историю Израиля, и вы поймете, как бы Израиль не заблуждался, не делал своих решений, как бы он сильно не падал, у Бога через время был всегда план возвращения. И, конечно же, да, как непостижимы суды Его среди народа израильского, они совершенны. И неследимы пути Его у язычников. Как непонятно, Евангелие распространяется с такой скоростью, что в действительности сегодня много верующих людей, и события, в которых мы живем, способствовало нам благовествовать, и благовествуем сейчас Писание для людей. Все, что нам уже не нравится, мы не можем увидеть. То, что нам не нравится. То есть, такие собаки, ситуации, которые мы не можем предвидеть. Вчера, да, я с самого утра, почему-то у меня такая какая-то ситуация, тревожное сердце, я почему-то, наш дом, и мне когда тревога, наш дом, я там уже молился, я поехал там еще, еду, когда тревога, наш дом, какие-то наши вещи, тревожные. И буквально через время Давид пишет, папа позвонили из больницы, доктора, если доктора звонят, значит, что очень плохо. Мы когда спрашивали, Давид, как там Эфи? И он говорит, пап, если доктора не звонят, значит, все нормально. Доктора звонят, он говорит, папа, все плохо. И я понимаю, что вот эта тревога, это беспокойство, оно связано с моим домом, с моими вещами, с которыми мне нужно идти перед Богом. Не только дать возможность людям узнать о нашей ситуации и разослать, попросить помолиться, но сам начать двигаться в этом. Первый Коринфянам 2,9, как сказано в Святом Писании, очи не бачили, в ухо не чули, и на думку людям не спадало те, что Бог залишил для тех, кто любит Его. Я украинскую це кажу, потому что по-российской, оно немножко по-другому звучит. очи не бачили, в ухо не чули, и на думку людям не спадало те, что Бог залишил. Не только он, как будто будущее, он, а есть остаток. Бог, и даже то, что ты, может, потратил, где-то ты, может быть, рассеял, где-то ты уже и поиспользовал, а у Бога есть остаток для нас, у каждого. Для тебя и для меня есть остаток, то, что Бог залишил для тех, кто любит Его. И то, что нам кажется разочарованием, нужно воспринимать, как руку Божью, направляющий наши стези к Его цели перемен нашего роста, так, чтобы мы научились Ему доверять в любых обстоятельствах, даже в самых тяжелых разочарованиях. Даже тогда, когда ты чувствуешь, что дальше уже некуда разочарований. Не в людях, в ситуациях, во времени, буквально во всем. Ты думаешь, Боже, забери мою душу. Вот забери. Дожился я до этого. Возможно, ты сейчас не видел причин тех или иных обстоятельств. Может быть, мы не просмотрели, не увидели то, что мы планировали, и оно не состоялось. Если бы и якобы, то бы не было бы. То мы не, хочу сказать, мы бы вообще-то в этих обстоятельствах не встретили тех людей, которые мы должны были встретить. Даже в наших обстоятельствах, в которых мы находимся, мы бы не встретили тех людей, которые мы должны были встретить. Поделиться ими свидетельствами, которые у нас есть. Мы, наверное, не нашли бы работу который раньше не искали возможно мы приобрели не приобрели бы ту специальность которая нам может отдать и до февраля нам не нужна была возможно найти как сам интересно мы не почали бы разговляться и нашу ридную мовую их чтобы не было загрозою возможно мы не приобрели бы ту профессию и может быть мы не поменяли бы место жительства если бы не обстоятельства чтобы не произошло вот даже говорю за нас как многие из наших соотечеств сегодня лучших обстоятельствах а может быть и нет ситуации они различны как многие раскрыли себя и в себе потенциал выживания борьбы за право свободно жить мы стали грызть нашу свободу мы стали отстаивать наши права мы стали говорить смело о тех позициях которых мы находимся если бы не те обстоятельства как многие узнали что они могут разговаривать ридную мову вдруг проснулись и почали разговаривать с суржиком а лишь почали разговаривать каждый регион мое свой суржик как многие из нас стали смелее выдержаннее настойчивы для нашей перемоги возможно все это мы бы и не открыли если бы не обстоятельства которых мы попали наши братья которые побывали в не столь далеких местах могут тоже бы это поговорить если бы не те обстоятельства наверно бы что-то бы другое было бы наши сестры пошедшие онкологию тоже могут рассказать вам удивительные встречи с людьми из которые получили исцеление которые стали друзьями мы много можем раскрыть это эти свидетельства просто огромное количество им адафи если бы возможно сегодня вы разочарованы в том где вы находитесь возможно есть люди которые сильно разочарованы даже я написал парень добавился в вайбер и я говорю давай пожаловать он назад пишет куда я говорю в вайбер свободное место для общения и в ответ тишина понятно что эти обстоятельства они разочаровывают возможно мы не достигли своей мечты может мы не до чуть не дотянули до своего служения из-за различных решений которые мы выбрали может опустили 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 у нас опущены наши руки или опустились руки без надега нас просто сердце разрывает а мы так надеялись что все будет как раньше как будет хорошо и хочу вас сегодня заверить что бог найдет тот путь возврата даже когда ты говоришь вот все это . не возврата это начинается для бога для бога возможностью повернуть тебя так и твои обстоятельства чтобы показать тебе что у бога нет тупиков псалом 138 7 по 12 стих куды пиду вид твоего духа куды в тычу вид твоего обличчя я шо пиду на небо ты там я шо зиду в ад и там ты коли б я в досвита расправить свои крила и поселився на крию земли та и там твоя рука поправить меня твоя правиться втрима я и сказал я ось темрява сховае меня и нич святлов на холоде моей по темрява не сховае витабы и нич за ся и як день и и темрява такая и светло кудым или куда уйти мне духа твоего куда могу убежать от твоего присутствия поднимусь ли на небо и ты там сойду в мир мертвых и там ты взлечу ли на крыльях зари на востоке поселюсь ли за дальними морями на западе даже там твоя рука на ведет меня твоя правая рука удержит меня если скажу тьма сокроет меня и свет превратится в ночь даже тогда тьма не тьма до тебя и ночь светла как день как тьма так и свет куда куда мне деться от моих проблем мы можем быть куда что мне делать а если бы мы знали что у бога уготовил что богу готова для тех кто его любит если бы мы знали что бог обратит нашу потерю приобретения если бы мы знали что наше разочарование станет возможностью для возвращения если бы мы знали что наша разлука укрепит наше чувство возможно у нас не было во столько огорчение по жизни я убежден в том что тот кто начал такой благородный труд среди нас будет продолжать его до того дня когда ищу а миссия появится и завершит его посланник филиппийцам первая глава 6 стих я впевнен в том что господь який распочав благодейную справу наши волонтеры благодейная справа благодейную справу среду вас продовжу и аж до того дня коли маши я приду снова и завершите если ты думаешь что жизнь нового человека в боге это жизнь без приключений ты очень сильно ошибся если ты покаялся отрекся своей прошлой жизни и твоя новая жизнь будет гладкой думаешь и пушиста полной процветания и безболезненной так и да и есть она может быть такой но что происходит к тогда когда ты решаешь изменить вектор пути твоего нового пути где делаю свои решения делаешь то что ты захотел сделать а потом вдруг тебя догоняет буверангом и ты говоришь о если бы я знал о если бы все это служит то что происходит с нами тебя предали бросили оскорбили обобрали до нитки отстранили уволили подвели все эти сестры которые я перечислил все это знаете как бы служит для удивления удивлять нас в той части где бог выходит нам на на встречу нам действительно нужен текуна лам из исправления мира но на божьих условиях не на наших условиях мы хотим иногда изменить обстоятельства которые уже мы сделали а у бога свой текуна лам изменение того что мы наделали я могу сказать из этих подружек которых перечислил невозможно исполнить свое предназначение полностью бог под контролем всего первое послание петра любят друзей не довольтеся тем тяжким стражданиям какие выпали на вас чтобы пробовать и вашу веру не статусе до них як до чегось несподиманного удивительно ли так неожиданного знаете когда читаешь евангелие ты понимаешь что вся история учеников решила она удивительно связана с людьми не только как благовестие во спасение но из жизни людей и куда бы еще он не шел он всегда пытался достичь людей 4 главе иоанна о с учениками путешествует через самарию помните да и послав всех учеников за пищей он усел у колодца ник у колодца чтобы сел у колодца а у колодца с водой такой богатый язык и может быть для чего мы мы читаем этот эту историю мы понимаем но у он ждал у колодца личность личность которая нуждалась в помощи он не хотел пить он пришел ждать того кому нужна помощь в полдень самаритянка подошла колодца за водой она была замужем пять раз это при том что она жила уже шестым мужчиной он говорит только с кем ты живешь это не твой муж она переживает большое отвержение душевную боль а затем пользуясь возможностью от стыда она идет в полдень за водой потому что она была бесценна над людьми как с которыми она жила все приходили за водой еще утром она пришла колодца в полдень самое жаркое время дня она не хотела никого видеть она не хотела чувствовать их осуждение возможно на еще маленькой девушкой или девочкой мечтала выйти замуж иметь счастливую семью как и все остальные дети у нас все девочки мечтают иметь классного мужа ведь детей счастливую самую счастливую семью показать что мы можем быть счастливыми но жизнь не сложилась на как она мечтала как думала она сделала ошибки другие люди сделали ее жизнь ничтожной и было больно и одиноко еще опросил у нее глоток воды еще опросит у нее глоток воды я думаю что ее реакция была удивлением потому что тогда самаритяне или самаряне не имели никакого отношения с евреями кроме того чужие в этой культуре не ну нельзя было даже не нет ну как бы неприлично было общаться с незнакомой женщиной но мне знаете нравится тот факт что ишуа нарушает правила правила которые как бы устройство общество протокола отношений тех раввинов книжников фарисеев против того что происходило тогда он пошел над и на разговор чтобы поднять падших чтобы восстановить сломленных чтобы исцелить раненых думаю она говорит а ты кто вообще такой кто ты ты просишь у меня воды вообще ты кто ты не самарянин чтобы мне с тобой общаться ты не мой сосед не не из моего рода чтоб тебе даже воды дать еврей иди спокойно у тебя нету даже чем зачерпнуть а ты меня спрашиваешь о воде в чем подлог в чем сама суть что ты делаешь почему ты говоришь мне о воде ишуа сказал если бы ты знала только дар божий который бог приготовил для тебя и кто я то ты бы просила меня дать тебе этой воды уговорил что если бы мы с вами только знали что мы что он собирается делать для нас если бы мы только знали как он собирается исцелять наши раны наши наши души нашего тела восстанавливать наши чувства ценностей потолкнуть нас к нашей цели тогда бы мы с радостью просили вернее дали ему то что он просит если бы мы знали а он много не просит возлюбить господа бога твоего всем сердцем твоим всем разумением все своей крепости и ближнюю как самого себя она сказала пожалуйста дай мне эту воду хочу такой воды чтобы сюда больше не приходить мне стыдно сюда приходить я не могу приходить сюда мне просто тошно от всего того той моей жизни которые у меня есть то те решения которые я сделала и сегодня с мужиком который я живу объединишь не муж и я не знаю как с этим справиться не хочу за приходить еще сначала рассказал ей о ее личной жизни она была поражена тем что он знал вывод ты пророк то будет я знаю что однажды придет маши их и знаете что здесь происходит еще раз вот я я мессия если смотреть хронологию евангелие она была первым человеком который которому ищу вас сказал что он маши их она была точь тем человеком презренный в обществе и он ей говорит я маши он не сказал это раввинам священникам из фарисеям книжникам не мэром городов он сказал женщине которую ждал как сказать по одесски тогда вот сказать немножко на минутку это была дама дама которая допустила ошибки дамас который плохо обращались дома и на работе эта дама которая страдала от сердечной боли и плохих отношений с мужьями она наименее желаемый гость на привозе знаете таких видели таких а возможно вы сделали ошибки которые вы сильно сожалеете но бог говорит вам сегодня через священное писание если бы вы только знали что я собираюсь сделать если бы вы только знали как я собираюсь творить чудеса вашей жизни из этих ошибок которые ты совершил если бы вы только знали как я собираюсь восстановить вас и ваше исцеление она недалеко от вас вы мне нужны вы еще сделаете то большое ваша жизнь и к чему вы стремились это что есть моих планах еще ответил ей если бы ты знала божий дар то если бы ты знала кто говорит тебе дай мне воды то сама просила бы его от да он дал бы тебе живой воды я бы ты знала про то еще бог да я людям как красиво а я к чему вы знала что бог да я людям и кто в тебе просит на 50 воды то сама попросила в мене и я дав тебе воды живой если бы мы знали это дар божий человечеству если бы мы познали того кого бог не пощадил но за нас отдал его если бы наши отношения были настолько сильны то он дал бы на воды мы просили бы его и он бы данном воду в это время в сучастному часе в это время перемен в это время когда нам действительно нужна глоток воды это самарианка не пришла вот просто избит она угнетенной была она пришла к нему недостойной божьей милости думаю что на нее все будут смотреть все как как на жалкую скотину но она ушла в тот день с новой целью для жизни новым предназначением для себя знаете что она сделала она пошла и всем рассказала она нашла себе цель она нашла себе желание пойти людям которые ее гнобили унижали презирали сказать им я нашла машика пойдите посмотрите на этого ишуа он меня там ждал обо мне все рассказал он не сказал а ну что дрянь как тебе живется за свои грехи ответила посмотрела тяжело помучайся еще чуть-чуть немножко надо до кончания цвета он не сказал эти слов он сказала простые простую вещь сказала что у меня есть живая вода этот ответ яма шеях изменить свою жизнь можно сегодня сейчас она стала целостным и скупленным прощенным новым творением в боге она побежала назад и сказала всему горду прийти посмотреть на машиха это интересно интересно то что самария была не кратчайшим путем из иудеев галилеев ученики могли сказать почему мы туда идем самым коротким путем нужно можно было просто быстрее дать и до галилеи но знаете еще мог сказать мне нужно увидеть кого-то кто сделал ошибки мне нужно встретиться с тем кто сбился с пути с курса который был у него от бога того кто был отвергнут кто чувствует что о нем забыли я должен сказать ему что я собираюсь сделать изменить его жизнь это женщина происходило общие скульптуры если вы поймете такие самаряне они смешали и бога и идолов и практически там у них был был храм поклонения идолам и эти боги были сделаны из камня ни жизни не ответов на твои вопросы на твои желания но тут еще появляется говорит я живой бог я маши я посланным отцом для того чтобы изменить твои же и твою жизнь и твои вопросы твои желания будут отвечены только живым богом и и у вас может быть еще большое горе я не вы где вы не видите выхода тупик с которого нельзя выйти как например побороть болезнь тот вердикт который дан как с эфи как я я действительности я только бог может изменить ее жизнь этого маленького человечка что я могу только просить иметь веру в него может спросить как вам избавиться зависимости для того чтобы получить свою мечту если вы только знали наш бог он не слабый железно-бетонный скульптура идолов он не ограничивается иконкой который мы можем перед перецеплять в любое место наш бог он живой он все еще приносит ответ тем кто его верит кто ищет его авраам наш праотец совершил ошибку ошибку которая сегодня мы иногда говорим дети измаила как раз вот и больше по умнее да но эта ошибка не остановила обетование божье помните божесть бог же сказал аврааму именно сара жена твоя родить тебе сына и ты наречешь ему имя и царь его ставлю поставлю завет мой с ним заветом вечным в том что я буду богом ему и потомство его после него еще раз наш отец сделал ошибку но это не остановило обетование божий возможно у нас мы сделали ошибки мы где-то внутри если бы вот если бы знаете не останавливается обетование божье на наших ошибках нам нужно в это поверить и двигаться к божьему направлению божьей цели восстановление отношений возможно у вас сама была неудачная жизнь доля которым сказать никому не пожелаю вы конечно можете придумать всякие причины почему не можете быть счастливыми почему вы не можете жениться почему ваш бизнес не растет и не при не преуспевает ваших собственных силах или там еще чего-то но вы не сами по себе бог который вдохнул жизнь вас говорит сегодня для каждого здесь в украине в этом зале за границы те кто рассеяны если бы вы только знали те двери которые хочу открыть для вас они реально эти двери стучите и отворится просите и дано будет вам если бы только вы знали какие у меня есть планы и вариации варианты для решения ваших проблем и те вещи которые вы не понимаете или поставленный тот диагноз который ваш пассаж каждый раз нагибает в такую депрессивную сторону или человек который вам был к вам не в небо благосклонен поверьте бог все это видел бы в той ситуации и все это послужит нам на благо нам на благо мне эти люди возможно обстоятельства они просто продлевают наше будущее и нашу цель доделать яснее история последняя хочу вспомнить об иосифе я хочу одну вещь в этот раз вам показать то что может быть вы никогда не замечали и не делали вывод из всего по досковом возрасте отец иосифа подарил ему разноцветную одежду все это знают которая представляла собой любого отца и заботу от любого отца к сыну от любимой жены правда ну как нет она так любимая жена его все было большая мечта возглавить семейство и наследие отца и он знал что бог божья рука была на нем и что бог благоволит те сны которые снились помните да он видел себя именно что он будет возглавлять сам сам все весь клан можно сказать еврейского народа и все на этот сина злились замечтался такой и вот и братьев в этот момент решили вот подправить его жизнь чтобы мунист не казалось семейный очаг сладким местом до решили ему немножко жизнь под испортить решили здесь и жизнь у подправить от слова абсолютно и бесповоротно решили изменить его когда же иосиф при пришел и был на горизонте они решили его убить конечно братья один из братьев защитился и был большой шухер большой шанс избавиться от младшенького чтобы он больше не на не надоедал но одна важная деталь деталь которая мне очень бросилась в глаза писание они сняли с него многоцветную одежду и бросили его в яму одежду обмакнули в кровь убитого зверя или там этот да вот ну будем говорить овечью не знаю в кого но главное что было много крови обмазывала к это кровью принесли отцу одежду обратно и сказали вот что мы нашли яков отец все все был фактически убит горем безнадежно был убежден смерти сына от диких животных фактически вы представьте себе эту ситуацию и фактически отец попрощался с сыном безнадежно ими какой-то шанс его когда-нибудь увидеть что интересно они сняли с него от отцовскую одежду многоцветную одежду но не смогли воспользоваться услугой которая на нем было то есть благоволение первое это ни один из братьев не воспользовался благоволением божьим которое было над иосиф на неосифе они продали его то есть иосифа в рабство и в рабстве в рабстве иосиф имел благосклонность работе богословство его рабовладельца его ложно обвинили посадили в темницу но иосиф был благосклонен и в тюрьме 13 лет спустя фараон приснился сон и он вызвал иосифа из тюрьмы из чтобы тот истолковал сон и оси был впечатлен и сказал кто лучшего будет править и египтом чем иосиф писание будет что фараон отдел на иосифа царскую одежду помните да и зачитай бытие 41 глава 41 под 45 стих отныне ты будешь правителем всего египта сказал фараон иосифу и дал ему перстень со своей царской печати одежду из тончайшего полотна и на шее ему надел золотую цепь по воле фараона иосифа везли на второй из колесниц а перед колесницей иосифа шли царские вельможи и провозглашали народу кланяйтесь иосифу и стал иосиф правителем всего египта я могу представить представить что происходило в разуме этого молодого человека в тринадцать лет вернее в течение тринадцати лет у него же были одним из мыслей а потом возможно депрессуха когда сидишь в в рабской наверное клетке куда или там в комнате и ты думаешь почему братья тебе предали почему самые близкие самые родные здесь поиздевались над тобой слава богу не убили но продали между прочим даже никогда не заметил получил ли иосиф свободу от рабства он стал частью или же вещью в египте я не видел чтобы ее пара он освободил и дал ему вот теперь ты свободный человек как на типа скрылины которые дрались на арене и но это может быть он автоматически получил свободу но он стал управляющим он был так разочарован разочарован убит горем что никогда не увидит его свою семью он думал почему все так произошло но когда фараон надел на него эту новую царскую одежду перстень грамоту люди которые кричали впереди шли в тут свет включился в разуме иосифа иосиф понял для чего он понял что это должно было случиться это должно было случиться мне вот как вам еще объяснить я думаю что иосиф подумал мне нужно было избавиться от этой цветной одежды любимчика любую папиного того того кого сильно жалели чтобы одеться одежды царские роль многоцветной одежды у бога имела другое предназначение тебе но ему нужно было с него нужно было снять эту одежду потом на него одеть одежду раба потом одежду заключенного и после этого только одеть одежды царские иногда мы разочаровываемся тем что мы потеряли что мы не приобрели мечты которые у нас были и мы иногда думаем что это наши мечты которые бог нам дал но не так как бог их видел если бы мы только знали что бог собирается сделать мы наверное бы себя так не вели фактически мы должны каждый из нас доверять богу когда-то не имеет никакого смысла я скажу так откровенно бог не только позволит тебе потерять свою одежду которые тебе дали при твоем вас как бы сказать рождение свыше хотя бы ту одежду которую ты имеешь твою гордость твое тщеславие твои мечты для того что может одеть потом одежду раба возможно страдальца незаслуженно тюремное состояние изгнание одежда постыжения для того чтобы потом ты мог сочувствовать тем кто прошли этот путь кто был кого можно послужить и пришел к этой женщине не не просто к ней он сказал у меня есть кто-то кому я должен послужить кому нужна помощь я скажу очень просто может ли бог доверять нам когда одежда у нас всего лишь одна многоцветная когда мы ничего не потеряли не лишились то чем мы можем то чем мы можем гордиться когда мы не переживали предательства для того чтобы не предавать может ли нам бог доверять когда них не хотим не ходить чужих шапку сапогах когда одежда у нас цветная прекрасная мы этим можем погордиться писать вот как мы возлюблены богом и всеми обстоятельствами когда у нас арестантская одежда бог может нам доверять невольная возможно нам нужно подумать может ли бог нам доверять когда у нас многоцветная одежда и мы никогда не переживали трудности доверять судьбе семей людей страны сегодня моя молитва о всех нас и об украине он тех кто за границей давайте искать бога его царство в первую очередь а уже все остальное оно приложится наши к нашим делам если вы выражаете свое недовольство ваших решениях то сегодня есть возможность поговорить с богом вот здесь возможно и сейчас я хочу чтобы мы сейчас стали на ноги если вас хоть чем-то коснулась мое послание и вам хочется поговорить со всевышним не просто так если бы я просто знал если бы ты мне подсказал может можно вы сожалеете так сильно внутри тех выборов которые вы сделали и поставили тут жирную точку своей жизни говорят какой поворот ну тяжело я хочу вам простую вещь сказать а если бы вы знали что бог уготовил вам ваших испытаниях а если бы мы или вы знали бы что бог приготовил какие встречи вам приготовил в этих обстоятельствах будьте открыты смотреть на свою жизнь как часть то их что бог ведет даже твои падения это писание говорит праведник 7 раз упадет и что поднимет его бог он станет поднимет его бог почему потому что бога нет тупиков нет такой книги тупик есть исход нет такой книги тупики если бы мы знали а вот нет вот мы попали и опускать руки плакаться подушку придавать унижать писать в инстаграмах преследовать кого-то нет я несколько раз просматриваю свою почту и вот вижу что на мое письмо в компанию которая нас не перевезла из израиля мне не отвечает я им написал что я попал на деньги прошу учесть все мои издержки и и вернуть прямо вчера я так думаю ну и нет ну не вернут хочет добиваться конечно но этот путь который мы проделали с татьяной из израиля в одессу тот раз для меня стал молитвенным путем сложным переживания новые места но это было как путеводея путевождение я во всем видел руку божию даже это было трудно а если бы как много раз я говорил об этом и всегда понимал вот если бы ты знал что я имею для тебя и таких сюрпризов в моей жизни было много очень много я ожидаю что они будут повторяться с исцелениями с благословениями о господь спасибо тебе если вам нужна просто молитва поддержки просто вот в ваших ситуациях просто выйдите вперед мы за вас помолимся поддержать вас с этих обстоятельствами обстоятельства которые вы говорите о если бы о если бы о если бы если бы мы на иврите и монахну если бы и монахну если бы мы знали оба открывай наши уши открывай уши для надежды сейчас в эти минуты надежда во исцеление надежда в исправлении возвращая из этого нашего внутреннего тупика который мы стали затормозились и как-то где-то мы внутри сожалеем о нашем решении которое мы сделали вот если бы кто-то предупредил заранее из начала военных действий у нас тысячи таких вопросов вот если бы если бы мы знали если бы мы видели если бы нас предупредили но мы уже мы уже в пути дай нам снять с себя одежду цветную красивую положить ее возможно когда вся в крови от предательств унижений отвержения оба может мы пролить эту свою кровь ни за что оставить эти одежды дай нам пройти этот путь раба возможно а возможно изгнанника заторника преступника незаслуженно и в конце ты оденешь нас одежды праведности одежды царские положишь на наши головы венец провозгласишь это сын мой это дочь моя в котором мое благоволение именно благоволение Иосифа жизни она его сопровождала даже тогда когда он был в рабстве когда он был в тюрьме когда он стал фараоном то есть владыка над Египтом и он не изменился имеется ввиду отношение к тебе в своем сердце он знал твое благоволение несмотря на путь который прошел або я прошу сегодня для себя конкретно для себя раха милость чтобы увидеть и следовать за тобой куда бы ты не повел как бы не сложилась моя жизнь может быть ошибки которые совершаю и последствия которые я пожинаю Боже чтобы они не тормозили меня чтобы прибегать к тебе и преклонять колени чтобы не иссякла моя надежда в тебе Боже что же когда я даже падаю ты поставляешь свои руки для меня и поднимаешь потому что ты любишь меня так сильно что ты отдал своего сына за меня я не хочу распинать еще раз еще раз своими действиями своими волевыми какими-то грехами Боже но но когда происходит падение даже Боже какие-то ситуации которые опускаются мои руки Господи дай просто опуститься на колени и сказать хинели хинели вот я вот я здесь прикоснись меняй меня доверяю тебе свою жизнь если вы никогда не молились молитвы покаяния то есть молитвы грешника она исходит изнутри надежды на Бога не попытка повторения за каким-то если вы даже не знаете как молиться сказать Боже я просто устал от себя от своих почему если бы вот это произошло бы не так отдайте свою жизнь ему и он точно ее изменит пускай Бог прикоснется к вам и изменит ее ему пускай будет слава честь и величие превознесенного превыше всех имен его имя спасения Иешуа который сел у колодца в Самарии и ждал того которому нужна помощь ты сегодня ждешь меня Абба потому что мне нужна твоя помощь помощь Сефи Абба Сефи нужна твоя помощь на войне нужна твоя помощь среди братьев сестер среди оккупированных территорий нужна твоя помощь на Херсовщине Луганщине Донецчине Харьковщине Запорожье всей территории Украине Крыму нужна твоя помощь Абба прикоснись к нам во всех общинах во всех домашних группах во всех местах пускай твоя благодать от нас не сливается просто не сходит на наши общины наших людей наших близких знакомых те которые мы знаем дальними близки и ты придешь не замедлишь мы благодарны тебе тебе слава честь и величие амэн